Сейчас мы определили один показатель, который может предсказать смертность от всех причин почти лучше, чем любой другой отдельный показатель. Поэтому я говорю людям, избегайте этих продуктов, потому что вам действительно трудно подключиться к сигналам, которые посылает вам ваше тело. Потому что эти продукты так хорошо подавляют все эти сигналы. Селди Стефана, добро пожаловать на наше шоу, чувак. Спасибо, я очень ценю это. Спасибо, что пригласили меня к себе. Так что книга просто потрясающая. Я очень взволнован. Что же люди могут сделать, занимаясь спортом и правильно питаясь? Да. Как бы то ни было, мы хотим сжечь этот жир на животе, прожить дольше, быть в лучшей форме, нарастить мышечную массу. В чем же заключается ключ к успеху? Так что, как ты знаешь по моему опыту, у меня нет большого опыта работы в средствах массовой информации. А теперь, может быть, еще немного. На данный момент у тебя есть такой опыт? На данный момент у меня есть такой опыт. Но все же. Подкаст номер один в области здоровья и фитнеса. Книга «Революция в силовых тренировках», чтобы люди знали об этом. Да, я тоже так думаю, но до этого прошло около двух десятилетий тренировок и работы с людьми. И когда ты занимаешься этим достаточно долго, а я действительно забочусь о том, чтобы помогать людям, ты начинаешь понимать, что работает, а что нет. И то, на чем мы склонны сосредотачиваться, возможно, слишком сильно в сфере фитнеса и здоровья, это механистические действия. И это очень важно, например, содержание белков, жиров, углеводов, калорий, какие физические упражнения и виды тренировок и тому подобное. И это очень важно. Но я стараюсь смотреть на все это в контексте обычного человека, а не в контексте того, что я разговариваю с фанатиком фитнеса или кем-то сверхмотивированным. Потому что это мотивированное состояние ума имеет тенденцию исчезать, как и все чувства. Кроме того, в наши дни люди очень заняты, ведут очень малоподвижный образ жизни, но в то же время и очень заняты. Если ты посмотришь на расписание людей, то мы с тобой вспомним, что когда мы были детьми, у нас не было никаких свиданий для игр. Ты просто выходил куда-нибудь и играл со своими друзьями. Это действительно так. Теперь у тебя все расписано по расписанию. Так что все как будто расписано по расписанию, ты очень занят, очень сидяч. Кроме того, нас окружает невероятно вкусная и легкодоступная еда. К тому же мы выросли в среде, где научились ценить еду за ее вкусовые качества и удовольствия, а также за ее доступность или удобство. Так что именно с этим мы и боремся. И мы должны понять этот контекст, прежде чем действительно рекомендовать людям, что им следует делать, потому что если мы дадим неправильные рекомендации, то ничего не получится. И мы это прекрасно знаем. Люди терпят неудачу примерно в 85% случаев, когда речь заходит о долгосрочном успехе. А что же здесь самое главное? Что люди думают? Либо о том, что это за миф, ради которого они вязались, а потом выясняют, что это просто неправда, либо о чем-то другом. Например, почему так высока частота неудач? Да, главная причина заключается в том, как они к этому подходят. И я начинал точно так же. Именно так большинство людей начинают заниматься фитнесом именно с этого. Все начинается с чувства ненависти к себе, за неимением лучшего термина. Я толстый или, как в моем случае, тощий. Мне не нравится, как я выгляжу. Я хочу изменить себя таким, какой я есть. Но это своего рода негативный мотивирующий фактор, из-за которого ты должен перейти в состояние любви к себе, как будто я забочусь о себе сам. В противном случае в какой-то момент ты остановишься. Ты не можешь ненавидеть себя вечно. Сколько раз ты слышал, как кто-то говорил, у тебя есть друг, который регулярно тренировался или соблюдал диету, а потом ты видишь его год спустя и спрашиваешь, «Эй, как продвигалась эта программа». А они говорят, «О, мне пришлось остановиться, потому что я просто хотел наслаждаться жизнью». С точки зрения логики это безумие, так говорить не так ли? Забота о себе улучшает все аспекты твоей жизни. И все же этот человек говорит, «Я хочу наслаждаться жизнью, поэтому я остановился». Что же они имеют в виду? Эти слова исходили из чувства ненависти к самому себе. Физические упражнения были для меня наказанием. Питание было ограничительным. Мне не следовало это есть, так что иди в спортзал. Избивай себя до полусмерти и все такое прочее. Так вот, это один из факторов, повлиявших на ситуацию. Другой фактор, это сам подход к делу. То, чему мы научились, говорит о том, что среднестатистическому человеку следует ценить физические упражнения главным образом за счет сжигания калорий. И это совершенно неверно, потому что количество калорий, которые вы сжигаете во время тренировки, на самом деле является наименее важной вещью. Это все то, что дают физические упражнения. Это невозможно. Так что в какой-то момент мы, вероятно, перейдем к обсуждению вопроса о поступлении и расходе калорий. Скорее всего, начинать стоит не с этого. Но как же так получилось, что я хожу в спортзал не только для того, чтобы сжигать калории? Хорошо, так что начинаем с первого места. Например, если я хочу избавиться от жира на животе. Да, это так. Так что сжигание калорий, это очень важно, не так ли? Для того, чтобы похудеть, тебе нужно сжигать больше калорий, и ты принимаешь это. Вот это очень упрощенный способ выразить это словами. Это действительно так, но все гораздо сложнее, чем кажется. Но давай просто начнем с упрощенной формулы. Ты должен сжигать больше калорий, чем потребляешь. Во-первых, калорий, которые ты сжигаешь во время тренировки, на самом деле не так уж много. Если ты будешь усердно тренироваться в течение часа, то сожешь около 400 калорий. Хорошо, так что это не такая уж большая сумма. А если ты будешь тренироваться 2-3 дня в неделю последовательно, как это делает большинство людей, то это составит 812 сотен калорий в неделю. Большого эффекта это не окажет. Так что это вопрос номер один. Но главный фактор заключается в том, что причина, по которой это не так уж важно, заключается в том, что мы игнорируем самый важный аспект физических упражнений. А именно, как это помогает моему организму адаптироваться. А что же тогда означает эта адаптация? Так что это очень важно для нас. Если мы посмотрим на физические упражнения с точки зрения адаптации, то сможем начать оценивать физические упражнения и сказать, какой из них в контексте потери жира ускорит мой метаболизм. Все в порядке. А какой из них научит мое тело сжигать больше калорий самостоятельно? Потому что это гораздо более рациональный подход к жизни. Если ты сжигаешь больше калорий, как прямо сейчас, когда я сижу здесь и разговариваю с тобой, если мое тело собирается сжигать больше калорий, потому что я приучил его к поступайте так. Это гораздо эффективнее, чем если бы я выходил на улицу и вручную пытался сжечь калории во время своих тренировок. Кроме того, если ты будешь заниматься неправильной тренировкой и сочетать ее с ограничением калорийности, ты действительно можешь приучить свое тело к прямо противоположному. Ты действительно можешь научить свое тело более эффективно расходовать калории, иначе говоря, ты можешь замедлить свой метаболизм. Что в долгосрочной перспективе значительно усложнит ситуацию. Это непростая задача. И мы видим, что люди поступают так постоянно. Если посмотреть на подход среднестатистического человека к снижению веса, например, к ограничению калорийности пищи, интенсивному сжиганию калорий, сердечно-сосудистой активности. То это кардиотренировки и голодание, детка. То да. Поехали, черт возьми, чувак. Да. И то, что ты видишь, это начальная потеря веса, которая обычно состоит из некоторого количества мышц и некоторого количества жира в организме. И потеря мышечной массы происходит не потому, что ты сжигаешь мышцы, а скорее потому, что твое тело действительно учится быть более эффективным кардиотренажером, который фактически сокращает мышечную массу. А это значит, что если ты пытаешься стать стройным, то это плохо. По-моему, это звучит неплохо для повышения эффективности. Я обожаю эффективность. Да. Но в данном случае это просто ужасно. Так оно и есть. Если бы мы были охотниками-собирателями, добывать пищу было бы трудно, то вам нужен был бы эффективный обмен веществ. Вам нужен такой обмен веществ, который не требовал бы большого количества энергии. Но если вы живете в современном обществе с большим количеством пищи, вам нужен более быстрый обмен веществ. Это самый лучший буфер, который только может быть у вас. Ускорьте этот процесс. Не так ли? Наращивайте мышечную массу, наращивайте мышечную массу и стимулируйте процесс наращивания мышечной массы, потому что с первого раза больше мышц сжигает больше калорий. Теперь я уверен, что за нами наблюдают какие-то люди. Это происходит даже в состоянии покоя. Все время, все время. Теперь я знаю, что люди, которые смотрят прямо сейчас, скажут, что фунт мышц сжигает всего лишь дополнительные 10 калорий или что-то в этом роде. Что, кстати, не является несущественным. Если бы ты набирал 5 фунтов мышечной массы по 50 калорий в день в течение года, это могло бы приравняться к 7, 8, 10 фунтов жира в организме. Так что с годами ты не наберешь столько веса или потеряешь столько веса. Но ведь дело не только в этом, не так ли? Когда ты посылаешь сигнал наращивать мышечную массу и подпитываешь свое тело для этого, ты сжигаешь больше калорий даже без дополнительных мышц. Потому что существует целый ряд калорий, которые ваше тело будет сжигать при одной и той же мышечной массе тела. У нас действительно есть своего рода гибкость, большая или меньшая эффективность, если хотите. Так что тебе не нужно набирать тонну мышечной массы. Если ты наберешь 5-10 фунтов, что не сделает тебя намного крупнее, ты просто почувствуешь себя намного подтянутее. Но этот сигнал уже есть. Нам нужна сила, нам нужны мышцы, и ты подпитываешь свое тело достаточным количеством белка и достаточным количеством калорий, соответствующим уровнем калорий для этого. Таким образом, ваше тело не чувствует, что оно должно быть таким же эффективным, и вы действительно учите свой метаболизм сжигать больше калорий. Так что по старому потеря веса, которую ты видишь на весах, происходит быстрее, но потом ты очень сильно напрягаешься, и тогда перед тобой встает загадка. Нужно ли мне добавлять больше кардиотренировок? Мне нужно еще больше сократить потребление калорий. Так вот, если ты будешь делать это правильно, то потеря веса на весах начнется немного медленнее, но затем ты увидишь своего рода эффект снежного кома. И я много раз наблюдал это в конце путешествия по снижению веса на 30 фунтов, ты съедаешь столько же или больше калорий, сколько вы так и поступили, когда только начинали. И по понятным причинам это очень рациональный подход. Теперь я могу есть больше, чем тогда, когда у меня был более высокий процент жира в организме, и поддерживать свое стройное тело. Так вот, вот некоторые из тех вещей, которые нам нужно учитывать, когда мы говорим о питании и фитнесе. Но опять же, это механистическая часть всего этого, о которой я говорю, но есть также поведенческий аспект, который я считаю либо столь же важным, либо более важным. Прежде чем мы перейдем к поведенческому аспекту, я хочу действительно просто повторить именно то, что ты сказал, супер просто для людей у себя дома, которые собираются это сделать. Итак, во-первых, большинство людей думают о том, чтобы попасть в тренажерный зал, как о том, чтобы сесть на кардиотренажер. Итак, ты занимаешься на беговой дорожке, эллиптическом тренажере или чем-то еще, и у тебя словно потеет задница. У тебя горит все тело. Да, да. Так вот, когда я стал худым, в итоге я сбросил 60 фунтов. Я справился с этим, я поднимал тяжести, так что это была большая часть моей победы, но я абсолютно точно занимался голоданием и кардиотренировками. Да. И я стал худым, худым, худым. Это было потрясающе, но я потерял так много мышечной массы. Это было безумие и настоящее страдание. Да. Я ненавидел каждую секунду этого процесса. Теперь у меня жуткая дисциплина, так что я занимался этим в течение двух лет. Но мысль о том, чтобы жить там, была просто неуместной. Мне казалось, что поскольку я вижу прогресс, я могу продолжать в том же духе. Но знаешь, в конце концов мне пришло в голову, да, я не собираюсь заниматься этим вечно. Так что мы хотим, чтобы ты занимался в тренажерном зале по-новому. Это будет тренировка с отягощениями. Тебе придется поднимать тяжести, если пользоваться традиционными словами. Мы подробнее остановимся на этом позже, но ты будешь поднимать штангу, будь то бандажи, и ты получишь сопротивление таким образом, или это будет жим лежа, приседания, что угодно. Так что ты собираешься заняться этим делом, ты наращиваешь мышечную массу, ты наращиваешь мышечную массу, потому что это даст тебе возможность сжигать больше калорий даже в состоянии покоя, даже если это не так, какое-то гигантское причудливое число. И мы, вероятно, займемся такими вещами, как то, что это еще и поглотитель глюкозы, а это очень важный переходный период. Но в то же время, когда ты посылаешь своему организму сигнал нарастить мышечную массу, ты говоришь, что нам нужна эта сила. Чтобы получить эту силу, совершенно нормально сжигать калории. Мы собираемся дать организму столько калорий, сколько ему нужно. Так что теперь мне не нужно сокращать количество потребляемых калорий для того, чтобы сжечь дополнительные калории. Я сжигаю их, подавая своему организму сигнал о том, что мне не нужно так эффективно управлять своим метаболизмом. Так что, если хочешь, мы можем назвать это увеличением скорости моего метаболизма. В то же время, если я занимаюсь кардиотренировками, я посылаю организму аналогичный сигнал о стрессе, но он поступает в противоположном направлении. Да. Вот я и говорю, эй, у тебя есть этот стресс, тебе нужно к нему адаптироваться. Но этот костюмер говорит, не наращивай мышечную массу, сбривай мышечную массу, потому что мускулы стоят дорого. Я собираюсь поставить тебя перед необходимостью преодолевать такого рода расстояния на большие расстояния. Так что тебе нужно будет более эффективно расходовать калории. Так что теперь, если ты ешь то же самое, ты можешь двигаться в обратном направлении. Так что ты мог бы надрывать свою задницу, чтобы прибавить в весе. Да, это так. И это наводит ужас, но именно так и поступают многие люди. Так оно и есть. Это очень хорошо сказано. Так оно и есть. Вот и все. Я буквально повторяю, как попугай твою книгу. Вот и все. Просто на тот случай, если люди сочтут меня умным, я буквально повторяю, как попугай. Да, именно так оно и есть. На все сто процентов. Хорошо, мой друг. У меня есть важное объявление. Моя невероятная и талантливая жена Лиза вот-вот выпустит свою новую книгу «Радикальная уверенность в себе». В ней ей удалось идеально передать процесс перехода от чувства потерянности и неуверенности к тому, как чувство страха, иногда сильного страха. А теперь позволь мне сказать тебе, что никто не знает Лизу лучше меня, но когда я прочитал «Радикальную уверенность» в первый раз и услышал, как она описывает, каково ей было пройти путь от больших, захватывающих мечтаний в детстве до взослой жизни, планируя свою жизнь вокруг телепередачи, которую она хотела бы посмотреть, или то, насколько одинокой и изолированной она чувствовала себя вместо того, чтобы преследовать свои мечты. Это было жестоко по отношению к мне. Однако я бы никогда не сказал, что ей стоило того, чтобы пройти через все это только для того, чтобы она могла записать что-то такое, что позволило бы другим избежать этого. Но я скажу, что по крайней мере ей удалось овладеть стратегиями, которые она использовала для того, чтобы вырваться из этой колеи и обрести свой голос, и начать совершать невероятные поступки, несмотря на свою неуверенность в себе и страхи, что она будет недостаточно хороша для достижения великих целей. Закажи свой экземпляр сегодня же, потому что если ты начнешь действовать прямо сейчас, то сможешь получить бонусы, которые Лиза создала для тебя в интернет-магазине radicalconfidence.com, а затем, как только ты это сделаешь, мы вернемся к сегодняшнему эпизоду. Хорошо, ребята, прочтите эту книгу и приготовьтесь стать героем своей собственной жизни. Мир вам и покой. И еще пара вещей, которые делают эту ситуацию еще более привлекательной для людей. Тебе не нужно много заниматься силовыми тренировками, чтобы добиться таких результатов. Если ты все время сжигаешь калории вручную, то чем больше их будет, тем лучше. При силовых тренировках достаточно проводить пару дней в неделю или три дня в неделю. Этого вполне достаточно для того, чтобы вызвать такие реакции в организме. А еще ты говорил о потере мышечной массы. Вот в этом есть кое-что очень увлекательное. Ты не просто теряешь или набираешь мышечную массу. Для того, чтобы это произошло, в твоем теле происходит очень много вещей. И одна из них заключается в том, что твое тело организует свои гормоны таким образом, чтобы это произошло. Так что если ты мужчина и говоришь своему организму, что нам нужно сбросить немного мышечной массы, твое тело само организует свои гормоны таким образом. На что же это похоже? Это очень интересно. Похоже на то. У тебя просто мурашки побежали по коже. Да, это похоже на снижение уровня тестостерона, не так ли? У тебя повышается и более устойчивая реакция на кортизол. Твоя чувствительность к инсулину начинает немного меняться, не так ли? Увеличение мышечной массы повышает чувствительность к инсулину. На самом деле исследования людей, страдающих ожирением, показывают, что если ты просто не набрал мышечную массу и не потерял жировых отложений, у них значительно улучшается чувствительность к инсулину. У женщин выработка эстрогена прогестерона приводит к снижению мышечной массы. Кроме того, происходит изменение уровня гормона роста. С другой стороны, если я прикажу своему организму наращивать мышечную массу и буду кормить его для этого, он организует свои гормоны таким образом, чтобы наращивать мышечную массу. На что же это похоже? У меня характерный юношеский гормональный фон. Так вот почему исследования показывают, что силовые тренировки — это наиболее последовательный способ повысить уровень тестостерона, например, у мужчин. Кроме того, они, вот еще что еще более интересно, увеличивают плотность рецепторов андрогенов. Так вот, именно к этим рецепторам прикрепляется тестостерон. И это, вероятно, даже более важно, чем ваш уровень тестостерона. На самом деле было проведено исследование, в ходе которого была предпринята попытка сделать это. Это действительно интересно. Да, они провели исследование, в ходе которого сравнивали уровень тестостерона у мужчин, их спортивные результаты и прирост силы. А еще они изучали плотность рецепторов андрогенов. Плотность рецепторов андрогенов была лучшим предиктором прироста силы и мышечной массы, не так ли? Таким образом, силовые тренировки в буквальном смысле открывают больше андрогенных рецепторов. Это делается для того, чтобы сделать ваши анаболические гормоны еще более эффективными анаболическими. Поэтому люди постоянно ищут способы стать более молодыми. Гормоны – отличный способ добиться этого. Силовые тренировки буквально подсказывают вашему организму организовать их таким образом, чтобы сделать это. Так что польза от них очень далеко идущая. Вы говорили о хранении глюкозы в организме. Так вот, здесь есть кое-что действительно интересное. Я знаю, что тебе это понравится. Было доказано, что силовые тренировки являются одним из наиболее эффективных способов остановить или остановить прогрессирование бета-амилоидных бляшек, которые так часто ассоциируются с болезнью Альцгеймера, не так ли? На самом деле, я думаю, что это единственное немедицинское вмешательство, позволяющее сделать это. И в конце исследования некоторые из этих бляшек действительно выглядели так, как будто они были обращены вспять. Это было исследование, проведенное в Сидне, Австралия, и они были совершенно потрясены. Одна из теорий заключается в том, что оно связано с чувствительностью к инсулину. Как ты, наверное, уже знаешь, некоторые исследователи относят слабоумие и болезнь Альцгеймера к сахарному диабету третьего типа. Итак, когда вы наращиваете мышечную массу, вы создаете больше резервуар для хранения гликогена или глюкозы, но при этом мышцы также чрезвычайно чувствительны к инсулину. Так что в результате ваш организм просто лучше усваивает инсулин. Так что наращивание мышечной массы – отличный способ добиться этого. Недавно в Сидне также было проведено еще одно исследование, которое показало, что силовые тренировки снижают смертность от всех причин лучше, чем любая другая форма физических упражнений и риск развития рака. Это просто безумие какое-то. Так что я слышал, как люди говорили это миллион раз, но я действительно думаю, что люди пропускают это мимо ушей. Что если вы посмотрите на эффективность изменения рациона питания и физических упражнений, влияние на такие вещи, как рак, долголетие, гормоны и все такое прочее? Это гораздо более глубокое средство, чем самое эффективное. Это наркотик. Да, это так. Это похоже на то, что если бы у тебя был препарат, который улучшал бы твои показатели так же, как физические упражнения улучшают твои показатели, это было бы похоже на блокбастер стоимостью в триллион долларов. Но поскольку мы не можем просто проглотить таблетку от физических упражнений, люди оставляют на столе самое очевидное решение. Да, именно так. Одна из лучших сторон этого процесса заключается в том, что улучшения продолжаются тем дольше, чем дольше ты это делаешь. Тогда как в случае с лекарствами или лекарственными препаратами, например, когда сравнивают физические упражнения с антидепрессантами при легкой или умеренной депрессии, хорошо. Так что это самая распространенная форма депрессии. Очень похожие результаты наблюдаются, когда дело доходит до облегчения симптомов депрессии. Но по мере того, как ты следишь за результатами исследований, ты начинаешь видеть, что физические упражнения действительно начинают приносить пользу. Так вот, почему же это так? Никакой понижающей регуляции рецепторов не происходит. Твое тело не адаптируется к физическим нагрузкам так же, как оно адаптируется к лекарствам. Это похоже на то, что когда ты пьешь кофеин, ты получаешь такой кайф, что пьешь его каждый день, и он начинает терять свою эффективность. Физические упражнения действительно улучшаются с течением времени. Если кто-то из тех, кто постоянно тренируется, ведет себя неподобающим образом, а я действительно хочу быть предельно ясным, то здесь очень важно быть адекватным. Ведь люди не заходят слишком далеко или что-то в этом роде? Да, все виды физических упражнений могут применяться неподобающим образом. И все виды физических упражнений тоже имеют свою ценность. Я также хочу сказать это, потому что я знаю, что мы говорим о силовых тренировках. И я утверждаю, что силовые тренировки в контексте, которые мы описываем, являются наиболее эффективной формой. Но все виды физических упражнений имеют очень большую ценность. Все они должны применяться надлежащим образом. От того, что именно подходит, зависит многое. От этого и зависит все остальное. Даже больше. От кардиотренировок. Ты ни в коем случае не бросаешь на это тень. Ты просто хочешь сказать, что тебе нужно быть вдумчивым. Да, именно так. Так и должно быть. Все зависит от конкретного человека. Каков ваш уровень физической подготовки и ваша способность восстанавливаться? Как выглядит ваш нынешний образ жизни в настоящее время? Не является ли это слишком большим стрессом для вашего организма в нужном количестве? Улучшает ли это качество вашей жизни? И ты всегда можешь соответствующим образом скорректировать свои тренировки. Так что все это должно быть сделано для того, чтобы вы могли делать все эти вещи. Но да, когда дело доходит до улучшения всех показателей здоровья, психического, психологического и физического, по мере того, как вы продолжаете этот процесс. Он становится все лучше и лучше. Не существует ни одного лекарства, которое могло бы сделать это вообще. Почти все они начинают демонстрировать пониженную эффективность, и людям нужно менять лекарства, и ты знаешь, что здесь происходит. Я уверен на все 100%. И мне нравится много говорить о силовых тренировках, главным образом потому, что вам не нужно много заниматься, чтобы получить много этих эффектов и вот эти преимущества. И все это потому, что я так долго обучал людей и проделал действительно хорошую работу по привлечению людей, у которых никогда не получалось делать это вечно, не так ли? Вот в чем дело. Я пытаюсь понять, как мне заставить людей делать что-то вечно. Все в порядке. Самое лучшее, чего я добивался, это общался с людьми 2-3 дня в неделю. Просто я не смог превратить обычного человека в фаната фитнеса. Мне потребовалось 5 лет, чтобы понять это, но я думаю, хорошо, миссис Джонсон не собирается быть личным тренером, как я, и не собирается жить в тренажерном зале. Я должен придумать, как добиться для нее наилучших результатов за те 2-3 дня в неделю, которые она собирается проводить, занимаясь физическими упражнениями. И это была, безусловно, силовая тренировка. Ничто и близко не могло сравниться с ней. Когда мы говорили о влиянии метаболизма на организм, я привел в книге замечательное исследование, которое я цитирую. Это исследование было проведено на примере племени Хадза. Да. Это действительно безумие, не так ли? Так вот, это современное племя охотников-собирателей Северной Танзании. И они живут так же, как мы жили тысячи и тысячи лет назад. Так что у них нет никакой электроники. Они охотятся за своей пищей, бросая в нее что-нибудь и бегая за ней на протяжении многих миль. Они собираются вместе. Они гораздо более активны, чем мы. И ученые спустились вниз, чтобы изучить их метаболизм, и они использовали некоторые довольно сложные процессы, и они спросили, «Хорошо, сколько калорий в этих охотниках, собиратели горят каждый божий день». И вот пришли результаты, и это было довольно примечательно. Ненамного больше, чем у среднестатистического западного домоседа, на самом деле они почти идентичны друг другу. Сейчас ты можешь подумать про себя, как это вообще возможно. Они так много двигаются, а среднестатистический западный домосед большую часть времени буквально сидит на месте и едва делает три шага, спрашивая себя, что же происходит. Но если посмотреть на вещи с эволюционной точки зрения, то в этом есть полный смысл. Наши тела не выжили бы, если бы мы сгорели, если бы наш организм научился сжигать по шесть калорий в день в качестве охотника-собирателя. Ты не можешь найти шесть калорий в день в качестве охотника-собирателя. Их организм приспособился к такому виду деятельности, который включал в себя много ходьбы и бега, например, бегать за животными до тех пор, пока они не упадут в обморок. Мы очень-очень быстро преодолеваем дистанции. Ну вот и все. Это просто безумие. Я не думаю, что люди в современном контексте действительно ценят то, что есть одна вещь, которую делает человек как животное. Отбросьте размышления в сторону. Мы можем выследить твою задницу. Физически мы действительно хорошо справляемся с двумя вещами. И я говорю мы как биологический вид, потому что среднестатистический человек действительно плохо справляется с некоторыми из этих вещей. Потому что мы перестаем их делать, но бросаем точно. Ребенок будет бросать с большей точностью, чем любое другое животное. К тому же мы можем пережить или обогнать почти все, что угодно. Так вот, проблема с бегом заключается в том, что этот навык мы все теряем, вероятно, примерно в возрасте 12 лет, когда перестаем играть на переменах или что-то в этом роде. А еще ты имеешь в виду бег на дистанции? Потому что во время спринта гепард просто испортит нам настроение. По крайней мере так оно и есть. Дистанция — это дистанция на 100%. Мы ведь можем превзойти его в беге, не так ли? Выдержи дистанцию, но только не в спринте. Мы просто ужасны в беге на короткие дистанции. Но мы теряем этот навык, потому что перестали им заниматься. А потом нам исполняется 34 года, и мы говорим себе, «Эй, я хочу похудеть. Позволь мне надеть кроссовки для бега». И мы пойдем побегаем. Да и сама техника биомеханики просто ужасна. Именно поэтому бег ассоциируется у нас с бегом. Это самый высокий риск получения травм из всех видов физических упражнений из-за повторяющегося характера и потому, что никто не относится к нему как к навыку. Никто не говорит, «Я пойду побегаю, дай мне попрактиковаться в беге». Они говорят, «Я буду бегать до тех пор, пока не устану». А это значит, что всякий раз, когда ты осваиваешь какой-то навык, худший способ овладеть правильной техникой и формой. Это делать это до тех пор, пока ты не устанешь, потому что техника вылетает в окно, когда ты устаешь. И я помню, когда я впервые собрал все этого едино, я шел пешком по предгорьям того места, где я живу, и люди пробегали мимо меня. И как тренеру трудно не заметить биомеханику, не так ли? Так вот, у них очень сильная пронация ступней, или очень сильный наклон таза вперед. И этому человеку будет больно, и этому человеку тоже. А потом этот человек пробежал мимо меня и просто выглядел красиво, как газель. И я подумал, «Чувак, мы эволюционировали для того, чтобы бегать. Почему же мы так ужасно бегаем?» И я сказал, «Вот тогда-то меня осенило». Мы не относимся к этому как к навыку. Мы просто надеваем обувь и идем бегать, пока не устанем. Речь идет о том, чтобы просто потренироваться. Дело вовсе не в том, что это настоящий навык, который нам нужно освоить и освоить. Именно по этой причине я преподаю силовые тренировки именно как навык, а не обязательно как тренировку. Поэтому, когда я говорю людям ходить в спортзал, я не говорю, «Тренируйте свои ноги до тех пор, пока они не устанут, пока они не загорятся, или пока вы не начнете дрожать». Я говорю, «Практикуйтесь в приседаниях», «Практикуйтесь в выпадах», не так ли? Я же не говорю, что нужно разминать плечи молотком. Я говорю, «Практикуйтесь в жиме над головой», «Практикуйтесь в боковом подъеме», «Жиме лежа или грибке». И со временем это приводит к лучшим результатам, потому что люди относятся к этому как к навыку. Они скорее практикуют это на практике, чем тренируются с ним. И я не могу не подчеркнуть это достаточно сильно. Упражнение, выполненное правильно, принесет гораздо больше пользы, чем упражнение, выполненное неправильно или выполненное неправильно. Таким образом, помимо риска получения травм, что совершенно очевидно, оно просто дает тебе гораздо больше пользы. Даже при более низкой интенсивности занятий, если все сделано правильно, ты получишь гораздо больше пользы от своих усилий или времени, проведенного в тренажерном зале. Поэтому я призываю людей и пишу в книге. Не ходите в спортзал и не занимайтесь спортом, идите в спортзал. Практикуйте эти упражнения и старайтесь, чтобы хорошо справляться с этими упражнениями. А затем, по мере дальнейшего прогресса, ты естественным образом будешь добавлять сопротивление, вес или более тяжелые полосы сопротивления. Но практикуйтесь в этих движениях, приобретайте навык, и это даст вам гораздо больше, гораздо больше результатов. Да, я определенно не слышал, чтобы люди говорили об этом. Это действительно интересно. В книге ты подробно рассказываешь о вещах, которые действительно совершенно противоречат здравому смыслу. Так что, возвращаясь к Хадзё и тому, как они действуют, можно сказать, что одна из важных вещей в книге, которая показалась мне такой убедительной, это идея о том, что речь идет об адаптации. Так вот, сейчас ты пойдешь в тренажерный зал и что-нибудь сделаешь. Это подскажет твоему организму, в каком направлении ему нужно адаптироваться. Так что, если ты даешь своему организму сигнал о том, что я выносливое животное, и мне нужно чрезвычайно эффективно расходовать свои калории, ты будешь выглядеть как бегун на длинные дистанции. Очень стройная мускулатура, худощавая, но очень стройная мускулатура. Если ты сосредоточишься на взрыве, на умении справляться с лишним весом, то будешь больше похож на спринтера. Да, именно так. И когда ты упомянул об этом в книге, я подумал, о, черт возьми, как будто это действительно так. Потому что бегущий спринтер и бегущий марафонец на длинные дистанции совершенно не похожи друг на друга. Нет ничего подобного. И к тому же я действительно хочу быть очень осторожным. Если судить об упражнениях по людям, которые выполняют их на самом высоком уровне, то мы также рассматриваем людей, которые генетически были рождены для того, чтобы выполнять их на очень высоком уровне. Так вот, если ты посмотришь на Майкла Фелпса, кто-то может сказать, вау, если я буду много плавать, у меня будет действительно длинное туловище. Длинные руки, короткие ноги и плоская широкая грудная клетка. Так что нам тоже нужно быть осторожными с этим, потому что мы можем посмотреть на лучших спортсменов, но то, на что мы смотрим, это еще и генетические аномалии. Тем не менее, да, интенсивный бег на длинные дистанции научит ваше тело эффективно расходовать калории. При занятиях спринтом или другими видами деятельности, требующими силы и мощи, основной адаптацией являются мышцы и силы, побочным эффектом которых является более высокое сжигание калорий. Сейчас, когда мы говорим об адаптации, очень важно отделять адаптацию от восстановления. Это очень важно, потому что люди путают это понятие с выздоровлением. Они думают, что выздоровление — это адаптация. Сейчас они часто происходят одновременно или примерно в одно и то же время, но это не одно и то же. Так вот, если бы я взял кусок наждачной бумаги и натер кожу до крови на верхней части ладони, первое, что сделало бы мое тело, это восстановилось бы. Это заживило бы содранную кожу. Вторая вещь, которую это могло бы сделать, это сделать эту кожу немного толще, чтобы в следующий раз она лучше выдержала такое же оскорбление. И если я буду продолжать этот процесс с течением времени, у меня на коже появятся мозоли. Физические упражнения — это то же самое. Независимо от того, какие упражнения ты выполняешь, процесс восстановления отличается от процесса адаптации. И причина, по которой я говорю об этом, заключается в том, что люди застревают, они попадают в ловушку того, что мне нравится называть ловушкой восстановления после срыва, не так ли? Они идут в спортзал, у них болит, затем болезненность проходит, они возвращаются в спортзал, и у них снова болит. И они никогда не улучшаются к лучшему. И они сами не знают почему. Почему же я на самом деле не становлюсь сильнее? Почему же на самом деле ничего не меняется? Я усердно тренируюсь, у меня все болит. Это действительно очень напряженно. Я выздоравливаю, но потом я возвращаюсь в спортзал и действительно не вижу большого прогресса. Ты не даешь своему организму возможности адаптироваться. Ты просто сосредоточен на выздоровлении. А когда дело доходит до физических упражнений, то есть наилучшая доза препарата. И это похоже на колоколообразную кривую, не так ли? Так что с этой стороны его слишком мало. Я вряд ли получу большой отклик. Посередине идеальное количество денег. Мне кажется, что это идеальная доза. Мое тело реагирует на это, оно восстанавливается, оно адаптируется. Я прогрессирую. С другой стороны, это уже чересчур. И ты всегда можешь терпеть больше, чем это является оптимальным количеством. Другими словами, люди склонны к этому, и сейчас я говорю скорее о фанатиках фитнеса, но люди склонны делать то, что они могут терпеть, а не то, что является оптимальным. Так что они будут тренироваться, добьются отличных результатов и будут думать, я могу сделать больше. Я думаю, что смогу сделать еще больше. От этого я чувствую себя хорошо. А потом они делают еще больше, а потом делают еще больше, и действительно становятся медленнее или медленнее. Все меньше и меньше. Урона. Это просто чересчур много. Это уже чересчур много. И к тому же они на самом деле не занимаются оптимизацией. Они просто делают то, что должны. Они действительно могут это сделать. Так как же нам найти то, что подходит среднестатистическому человеку, который пытается получить, я не знаю, более идеализированное телосложение, не телосложение культуриста, но... Здоровое телосложение. Здоровое и подтянутое. Да. И ты знаешь, говоря об этом, здоровое, подтянутое тело отражает то, как большинство людей хотят выглядеть. Другими словами, так что ты не будешь выглядеть экстремально. Экстремальные формы тела не являются здоровыми. Это и есть экстремальная производительность. Например, лучший игрок НБА, футболист или спортсмен не является оптимально здоровым человеком. У них просто невероятные показатели работоспособности. Оптимальное состояние здоровья — это немного другое дело, не так ли? Они худощавые, но при этом ты не растрескался на кусочки. У тебя хорошая сила и хорошая подвижность. Ты хорошо себя чувствуешь. Так откуда же нам знать, что мы делаем все правильно? Я только что сказал, что ты чувствуешь себя хорошо. Во-первых, после тренировки ты должен чувствовать себя лучше, чем прямо перед этим. Ты не должен чувствовать себя так, как сейчас. В самом деле, ты мертв. Абсолютно точно. Чувак, с тех пор я всю жизнь делал то, что делал неправильно. Да, именно так и было. Так вот в чем дело, Том. Так оно и есть. Твоя дисциплинированность, очевидно, просто экстраординарна. Ты из тех людей, которые просто не собираются останавливаться на достигнутом. Ты будешь продолжать в том же духе. Тебе придется поднапрячься. И в том, чтобы довести себя до предела, есть свои умственные и психологические преимущества. Так что я не хочу сказать, что в тренировках таким образом нет никакой пользы. Но для среднестатистического человека таких результатов должно быть совсем немного. Так что я думаю, что это очень хорошо. Тебе определенно следует иногда заставлять себя напрягаться. Но в большинстве случаев в конце ты должен чувствовать себя лучше. Ты приступаешь к тренировке, а потом думаешь, «О боже, я чувствую себя великолепно». Еще один способ узнать это, особенно в первом классе, я бы сказал, что может быть три года тренировок, это сила. Если ты становишься сильнее, значит, ты во многом поступаешь правильно. Очень трудно стать сильнее при плохом питании, плохом сне, неправильных или неподходящих физических нагрузках. Так что если у тебя есть сила, если у тебя есть вес на перекладине, или если ты способен делать больше повторений, или ты чувствуешь себя более стабильно в своих упражнениях, если ты заметив это, вы, вероятно, во многом поступаете правильно. Но на самом деле ты должен судить об этом потому, что ты чувствуешь. Тебе нужно почувствовать себя лучше. Я помню, когда я собирал все это воедино в качестве тренера, когда я впервые стал тренером. Я получал отказы от клиентов, когда они уставали или звонили мне и говорили, «Привет, Сэл, вчера вечером у меня была тяжелая ночь. Я действительно очень устал. Я думаю, что мне нужно пропустить сегодняшнюю тренировку или мою спину, по-моему, я вчера подправил ее, так что давай пропустим сегодняшнюю тренировку». Позже, когда я стал более эффективным тренером, у меня все получилось наоборот. Люди звонили мне и говорили, «Эй, я знаю, что у меня сегодня нет занятий, но я действительно испытываю стресс. Как ты думаешь, я могу тебя видеть?» Вау! Или, «Эй, у меня не очень хорошо болит спина. Я знаю, что сегодня мы не должны заниматься спортом, но не мог бы ты посмотреть на меня, чтобы мы могли улучшить самочувствие моей спины». Повторяет он еще раз, «Это уж точно. Это все равно, что просто поговорить с болью в спине на второй день». Всякий раз, когда кто-то говорит мне, что у него болит спина, я говорю, «Тебе нужно поднимать штангу». А теперь тебе нужно быть осторожным, потому что с помощью становой тяги у тебя определенно могут возникнуть неприятности. Но у меня болит спина только в том случае, если я пропущу становую тягу. Но если я занимаюсь становой тягой в надлежащей форме и с подходящим весом, если воспользоваться твоими словами, то у меня все хорошо. И поэтому моя естественная склонность, когда мне больно, состоит в том, чтобы выяснить, нет ли здесь дисбаланса. Есть ли в этом что-то такое, чего я не замечаю. Это совсем не похоже на то, что я перетренировался. Да. Сила делает нас выносливыми. Сила — это то, что делает нас мобильными. Мобильность проистекает из силы. Неподвижность проистекает из слабости. Сейчас мы склонны думать, что все дело в стесненности. Я очень напряжен. Мне нужно стать более свободным. Это часть формулы успеха. Если ты действительно свободен, но тебе не хватает сил, то на самом деле риск получить травму зашкаливает. У тебя ужасная устойчивость. Ты можешь доставить себе массу проблем. Если ты напряжен и не обладаешь большой силой, то это одно и то же. Хороший полный диапазон движений, соответствующая и сбалансированная сила, вот что предотвращает боль. Именно это заставляет ваши суставы двигаться оптимально. Суставы двигаются таким образом, чтобы ваше тело двигалось максимально эффективно с учетом того, что ему дано. Все в порядке. Так что если вы слабы, недостаточно сильны или недостаточно устойчивы, чтобы двигаться оптимальным образом, ваше тело выберет вариант В, и тогда, возможно, вариант С. И он позволяет выполнить поставленную задачу. Но со временем, как раздвижная дверь, которая немного отклонилась от колеи, со временем, что же происходит с этой колеей, не так ли? Она изнашивается, и ты начинаешь замечать проблемы. Так что сила, правильное применение силовых тренировок и соответствующих силовых тренировок делает тебя пуленепробиваемым к боли. Ты лучше двигаешься. Именно так ты строишь свое тело, именно так ты развиваешь настоящую функциональную гибкость. Иногда я расстраиваю людей, потому что утверждаю, что правильная силовая тренировка – это лучший способ улучшить функциональную гибкость. Люди спрашивают меня, что ты имеешь в виду? Я думал, что силовые тренировки делают тебя подтянутым. Нет, это не так. Полный диапазон движений при хорошем контроле, хорошей стабильности укрепляет весь диапазон движений, не так ли? Ведь ты хочешь владеть собственным диапазоном движений. Мне нужна не просто гибкость. У меня есть 18-месячный сын, и я мог бы положить его на пол, взять за ногу, положить за голову и посадить на шпагат, но он не очень устойчив. Если ты взвалишь на него хоть какую-нибудь нагрузку, он ведь навредит себе, не так ли? Хотя я и не пробовал этого делать. Я еще ни разу не ставил ему на спину штангу. Но если ты силен в полном диапазоне движений, лежишь на полу, играешь со своими детьми, крутишься или что-то в этом роде, ты владеешь этим полным диапазоном движений. Ты-то не причинишь себе вреда. Ты очень сильный человек. Именно в этом и заключается правильная силовая тренировка с тобой. Так вот, причина, по которой мы видим, что люди, которые иногда поднимают большие тяжести, выглядят такими подтянутыми, заключается в том, что они не тренируются должным образом в этом контексте. Они тренируются в коротких диапазонах движений. Иногда ты увидишь этого культуриста, чтобы нарастить мышечную массу, но из-за того, что эти диапазоны движений короткие, они наращивают силу именно в этом диапазоне движений. В таком случае то, что находится за пределами этого диапазона движений, является несбалансированным. Таким образом, их тело учится двигаться в таком ограниченном напряженном, как они привыкли называть, диапазоне движений, ограниченном мышцами. Я действительно стараюсь развеять мифы и предрассудки, которые окружают силовые тренировки, потому что вокруг них так много всего происходит. В течение долгого времени том, не проводилось никаких исследований, посвященных силовым тренировкам, здоровью и долголетию. Вообще никаких исследований не проводилось. Проводились исследования производительности труда, но не по вопросам здоровья. Все исследования, касающиеся здоровья и долголетия, были посвящены сердечно-сосудистой деятельности. Интенсивная сердечно-сосудистая деятельность должна длиться от 30 до 60 минут. И, конечно же, это приносит пользу здоровью, не так ли? Как я уже сказал, любая форма физической активности, выполняемая должным образом, улучшит твое здоровье. Но там не было ничего подходящего для силовых тренировок. Там вообще ничего не было. Однако за последние 15-20 лет было проведено множество исследований, и они показали невероятные результаты. Это одна из лучших форм физических упражнений для здоровья сердца. Кто бы мог подумать, что силовые тренировки полезны для вашего сердца, не так ли? В моем подкасте был один кардиолог, который сказал, именно это я рекомендую всем своим клиентам или всем своим пациентам. Это тренировка с отягощениями. Да, именно из-за этого. Они из-за кардиотренировок? Нет, сказал он. В буквальном смысле слово «кардиотренировка» в переводе с греческого означает «сердце». Я знаю. А теперь, говорит он, если ты собираешься выбрать только один вид физических упражнений, если у тебя есть время только на один из них, займись силовыми тренировками. А затем, если у тебя есть возможность добавить еще один вид упражнений, добавь кардиотренировки. Вау. Говорит он. Я никогда раньше об этом не слышал. Это действительно так. Ты начнешь понимать это все больше и больше по мере того, как исследования начнут все больше и больше подтверждать это. В чем дело, друзья мои? У меня есть для тебя потрясающие новости об одном из самых захватывающих и важных проектов, над которыми я когда-либо работал в своей жизни. Как вы, ребята, знаете, моя миссия состоит в том, чтобы помочь научить людей тому, как сформировать мышление и навыки, которые им понадобятся, чтобы жить экстраординарной жизнью. И в течение последних нескольких месяцев я упорно работал за кулисами над созданием совершенно нового инструмента, который поможет тебе сделать именно это. Он называется проект Кайдзен, и я с гордостью сообщаю, что в конце этого года я представлю его миру. Проект Кайдзен — это веб-игра, похожая на игровой опыт, которая представляет собой мир, основанный на истории, который позволит вам проникнуть внутрь и создать аватара. Это говорит о том, кем вы хотите стать, а затем встать на путь воина, стремящегося к постоянному совершенствованию внутри сюжетного мира и игрового опыта. Все в порядке, мой друг, я не могу выразить тебе, как я взволнован этим потрясающим новым проектом, который, как мне кажется, открывает путь к совершенно новой форме развлечений. И я хочу встретиться с тобой внутри проекта Кайдзен и помочь тебе весело провести время с этими идеями о том, чтобы всегда становиться лучше. Правильно, перейдите по ссылке и присоединяйтесь ко мне в Дискорд. А до тех пор, друзья мои, станьте легендой. Берегите себя, мир вам. А ты знаешь, на что похож этот механизм. Почему же становление сильным должно помочь твоему сердцу? Особенно потому, что теперь я посвящен в это дело, я слышал, как ты так много говорил об этом, но ты сказал, что был парень, который раньше смотрел поезд, и он просто хотел бы... О, у меня есть вторая степень. Он хотел бы отыграть несколько сетов. А ты такой, но нет, а как же ты на самом деле тренируешься? Он такой, нет, вот и все. Я просто, когда у меня будет второй сет, я сделаю три повторения или что-то в этом роде. Да, тренировка и долголетие взаимосвязаны, но это не совсем одно и то же. Так вот, если вы посмотрите на бегунов на экстремальные дистанции или спортсменов с экстремальной выносливостью, вы действительно начнете замечать ухудшение состояния здоровья их сердца. Так что это наносит большой ущерб здоровью. Очень большой ущерб. Дистанция очень велика. Да. Или любой другой спортсмен экстремал хорошо. Ты начинаешь замечать снижение продолжительности жизни. Теперь мы связываем сердечно-сосудистую активность с работой сердца, именно поэтому мы считаем, что это лучший способ заниматься физическими упражнениями для здоровья сердца. И это хороший способ заниматься физическими упражнениями для здоровья сердца. Но я думаю, что причина, по которой силовые тренировки сейчас так полезны для здоровья сердца, связана с их способностью поддерживать вас в тонусе. Просто не давать вам накапливать слишком много жира в организме, висцерального жира в организме. И вот посмотри, хотя это и не поможет развить выносливость и выносливость, как другие виды физических упражнений, ты все же развиваешь некоторую выносливость и выносливость. Сделай комплекс из 20 повторений с приседанием со штангой и скажи мне, что ты не очень тяжело дышишь. Так что у тебя все еще получается это делать. И еще раз повторяю, когда мы говорим о долголетии, речь идет не только о производительности. Я обожаю ходить пешком. Именно это я всегда рекомендую людям. Я советую людям ходить пешком каждый божий день. И еще я учу их внедрять это в свой распорядок дня. Так что это не является запланированной тренировкой по расписанию. Скорее всего, она будет последовательной. И именно здесь я вижу, что люди получают огромную пользу для здоровья. Потому что 10-минутная прогулка после завтрака, обеда и ужина по 30 минут в день дает им отличный эффект долголетия. Но да, когда речь заходит о мозге, сердце, функциональной гибкости, силовые тренировки просто невероятны. И я уверен, что тебе это знакомо. Сейчас мы определили один показатель, который может предсказать смертность от всех причин почти лучше, чем почти любой другой отдельный показатель. И это звучит глупо, но это простой тест на хватку. Это тест на прочность. Как ты думаешь, это косвенный показатель или в этом есть что-то от реальной силы хвата? А что, если я просто поработаю своим хватом? Нет. Хорошо ли у меня получится? Или это что-то вроде того? Нет, я думаю, что это отражает общую силу тела. И поэтому, когда у тебя слабая хватка, это многое говорит нам о твоем теле и твоем здоровье. А по мере того, как мы становимся старше, мышечная масса сокращается очень сильно. Это, вероятно, одна из главных причин, по которой наше здоровье ухудшается по мере того, как мы теряем подвижность, снижается чувствительность к инсулину, начинают меняться гормоны. Способность нашего организма сжигать жир, жировые отложения действительно начинают меняться и переходить на самое худшее. У нас есть эффект воздействия на мозг. Если говорить о влиянии на мозг, то силовые тренировки более сложны по своим движениям, чем другие виды физических упражнений. Как будто это не одно и то же повторяется снова и снова. Например, если ты плаваешь, ездишь на велосипеде, гребешь или бегаешь, то по крайней мере я мог бы назвать 100 силовых упражнений, и я уверен, что их будет еще 100 или 500. И каждый из них можно выполнить пятью различными способами. Когда ты занимаешься силовыми тренировками, ты двигаешься в разных плоскостях. Ты тренируешь свои проприоцептивные способности. Я должен это сделать. Ты должен рассказать людям, что это значит. Проприоцепция — это знание того, где находится мое тело в пространстве, не так ли? Так что если я выполню шесть различных упражнений, то в одном из них мне придется поднимать что-то над головой. В одном из них я могу сделать горизонтальное движение. Я могу поворачиваться, или отступать в сторону, или отступать назад, или делать шаг вперед. Для этого требуется большое равновесие и большая концентрация внимания со стороны мозга. Это гораздо труднее проверить, когда ты занимаешься силовыми тренировками. Когда ты выполняешь сложный комплекс отжиманий или грибков, ты делаешь это, ты участвуешь в этом, а не проверяешь себя, когда выполняешь другие виды повторяющихся упражнений. И я думаю, что в этом тоже есть своя польза. Но когда дело доходит до тренировки мозга, движения тела и тренировки мышц таким образом, чтобы они были достаточно напряженными в разных плоскостях движения, Это тренирует мозг, который поддерживает этот мозг, способность вашего мозга выполнять такие действия в вещах молодых и эффективных. В то время как если я перестану делать эти вещи, ты потеряешь все это. Как гласит старая пословица, если ты не воспользуешься ею, то потеряешь все. Это абсолютная правда. Твое тело избавляется от всего того, в чем, по его мнению, оно не нуждается. На самом деле население, которое действительно получает больше пользы от силовых тренировок, чем кто-либо другой, это пожилые люди. Результаты, которые они получают, просто поразительны. Я имею в виду именно это. Разве нет какой-то сумасшедшей корреляции между мышечной массой и продолжительностью жизни? Это просто потрясающе. Только что они провели масштабное исследование, в котором сравнивали риск развития рака и снижение риска развития рака при различных видах физических упражнений. Силовые тренировки просто уничтожили все остальные виды физических упражнений. Это было похоже на снижение риска развития рака на 25-30%. Вот о чем я говорю. Если бы существовал препарат, который мог бы снизить риск развития рака на 25%, я бы съел их, как егли. О, совершенно верно. И к тому же смертность от всех причин была примерно на 50 или 60% обусловлена силовыми тренировками. Если подумать о вещах, связанных со старением, которые, как правило, ужасны, то это потеря подвижности. Я больше не могу подниматься по лестнице. Я больше не могу поднять руку над головой. Я больше не могу закрыть капот своей машины или багажник. Это чревато травмами. Раньше я обучал многих врачей, и я помню, что у них была такая поговорка. Ты сломаешь бедро и умрешь от пневмонии, не так ли? А как же ты сломал свое бедро? У тебя нет той силы, которая способствует поддержанию равновесия. Ты падаешь, у тебя слабые кости, потому что ты потерял мышечную массу. Кстати, потеря мышечной массы означает, что твои кости становятся слабее. Не потому ли это, что ты не подвергаешь своей кости давлению? Да, именно так и есть. Мышцы крепко держатся на костях. Если мышцы укрепляются, то укрепляются и кости. Все, что укрепляет мышцы, укрепляет и кости. Все, что делает мышцы слабее, укрепляет и кости. Даже если ты не придаешь этому значения, потому что я всегда думал, что кости похожи друг на друга. Потому что когда ты сгибаешься, ты можешь почувствовать это в своем предплечии. Как будто ты можешь сказать, что эта кость похожа на вау. Лучше бы у меня действительно была возможность контролировать это. Да, это и то, и другое одновременно. Это и то, и другое одновременно. Так вот, анаболические гормоны, которые улучшают мышечную массу, также имеют тенденцию улучшать и костную массу. Вот уже в третий раз я подумал, что действительно хочу поставить на этом точку. Ранее ты сказал нечто такое, о чем я никогда раньше не задумывался. Механизм, с помощью которого твое тело производит эти изменения, является гормональным. Да. Так что, когда ты подвергаешь свое тело стрессу, реакция — это один из гормонов, который будет направлять увеличение мышечной массы, и потерю жира, независимо от того, что происходит. Может быть так оно и есть. И это очень интересно. Ты действительно манипулируешь этой гормональной средой, и это завораживает, потому что когда я думаю о том, что тебе нужно привести свои гормоны в порядок, например, о том, что мой образ жизни может снизить или повысить уровень тестостерона, я как парень плачу очень много внимания, потому что я выношу оценочное суждение о своем уровне тестостерона, если быть до конца честным. Мне кажется, что если что-то повышает уровень моего тестостерона, то это хорошо. А если это снижает уровень моего тестостерона, то это плохо. Да, это повышает жизненную силу. Это твое тело говорит тебе. Размножайся. Мы достаточно здоровы, чтобы размножаться. Тестостерон придает мужчине, женщине и женщинам драйв и мотивацию. Вы упомянули о тестостероне как о женском гормоне, который, как мне кажется, действительно важно усилить. Так оно и есть. Мы общаемся с мужчинами, но женщины с низким уровнем тестостерона оказывают на них те же эффекты, что и мужчины с низким уровнем тестостерона. Таким образом, у нас низкий уровень драйва, низкая энергия, низкая мотивация, низкая либидо, больше жировых отложений, меньше мышц, меньше силы, меньше энергии. Эстроген также важен для мужчин, как и для женщин. Низкий уровень эстрогена у мужчин может вызвать депрессию, тревогу. Так что нам необходимо соблюдать определенный баланс, и у мужчин он выглядит иначе, чем у женщин, но вам все равно нужен соответствующий уровень эстрогена. Теперь силовые тренировки не приведут к тому, что ваш тестостерон снизится до уровня анаболического стероида. Он не выйдет за пределы допустимого диапазона, но вы можете значительно повысить уровень тестостерона в пределах естественного диапазона, просто сообщив своему организму, что вам нужно больше мышечной массы. Ведь это же сигнализаторы, не так ли? Именно они подсказывают твоему организму делать то, что тебе нужно, или то, чего ты от него хочешь. Это определенно меняет ситуацию в лучшую сторону. А уровень тестостерона у мужчин снижается вот уже несколько десятилетий. Чувак, мы действительно могли бы перейти к более философским областям, потому что да, мне любопытно. А что, если бы тебе пришлось дать мне пару коротких заголовков, например, что именно вызывает такое снижение уровня тестостерона в обществе? Мое лучшее предположение, основанное на том, что я прочитал и у людей, с которыми я беседовал, связано с нашей активной диетой и химическими веществами, которым мы подвергаемся. Ксеноэстрогенами, пластиком, противозачаточными средствами и тому подобными вещами. Мне так показалось. Тебе нравится управлять им из-за того, что он попадает в воду? Залезай в воду. И я тоже слышал эту теорию от кого-то другого. Мне это показалось очень интересным. Когда женщины принимают противозачаточные средства, они склонны желать себе партнеров с признаками более низкого уровня тестостерона. Вот видишь, теперь ты переходишь к самому интересному. Кстати, ты видел эти исследования? О, да. Да, они красные, как у женщины в период овуляции. Они возьмут мужское лицо и оцифруют его, чтобы сделать чуть более мужественным или чуть более женственным. Таким образом, обнаруживаются признаки увеличения или уменьшения уровня тестостерона. Женщина, у которой наступает овуляция, захочет иметь более высокий уровень тестостерона. У женщины, у которой нет овуляции, уровень тестостерона будет ниже. Контроль над рождаемостью ставит тебя в этот более низкий диапазон. Так что по одной из теорий, одним из факторов, способствующих этому, может быть то, что широкое распространение контроля над рождаемостью привело к тому, что женщины начали отдавать предпочтение именно ему. Это половой отбор. Ты выбираешь мужчин с более женственными чертами характера. Это так увлекательно. Я знаю. Сейчас только начало. И я знаю, что комментарии сейчас просто взрываются. Но мне это кажется интересным. Все это очень сложно. Да. Это совсем не то же самое. И я думаю, что мы не должны игнорировать это. Я думаю, что нам следует обратить на это внимание. Ты ознакомился с исследованиями по этому вопросу, посвященными разводам. Да. Да, когда муж и жена или партнеры встречаются, она принимает противозачаточные средства, а не женится, а затем, три года спустя или что-то в этом роде, она уходит. Потому что они хотят завести ребенка, наблюдается всплеск разводов. Так что это почти похоже на то, что ты мне больше не нравишься. Да, это так. Нет, нет, нет. Как будто людям действительно нужно подумать об этом. Так вот, Лиза отказалась от противозачаточных средств не потому, что мы хотели забеременеть, а как раз тогда, когда у нее начались проблемы с кишечником. Это было похоже на одну из тех вещей, которые были замечены. Эй, если ты принимаешь противозачаточные средства, тебе следует отказаться от них. Я начал читать все исследования и подумал, а нужно ли мне так волноваться. Так что мне было действительно интересно поразмыслить над этим и начать рассматривать этот вопрос. Мы проводим действительно грандиозные эксперименты на довольно высоком уровне в области гормонов, будь то, как ты сказал, просто мы подвергаемся воздействию вещей, которым мы бы не подвергались к тому, что в течение тысяч лет мы употребляем в пищу химические вещества, которые не употребляли бы в течение тысяч лет. Как будто я принимаю антигистаминные препараты каждый день и принимаю их уже около 22 лет или около того. И мне кажется, что это никак не может повлечь за собой никаких последствий. Так вот, послушай, я благодарен тебе за то, что моя аллергия вышла из-под контроля. Это было просто ужасно. Но я должен быть честен с тем, что принимаю это экзогенное вещество, что оно оказывает определенное влияние, и что, вероятно, не все будет хорошо. Да, это, вероятно, кумулятивно, и есть много факторов, которые играют на нас, но это хорошо задокументировано, и это происходит уже на протяжении десятилетий. Примерно у среднего 30-летнего человека сегодня уровень тестостерона такой же, как у среднего 50-летнего, может быть 40 лет назад или что-то в этом роде. О, вау! Да, это действительно очень существенная сумма. Это довольно большая разница. Я не знаю, видели ли вы тесты на прочность сцепления мужчин студенческого возраста. Я и не знал, что они следят за этим процессом. Да, такое уже было. Они проделывали это в 80-х годах и повторили сравнительно недавно. К тому же сила этого парня значительно снизилась по сравнению с тем, что было раньше. Это совсем не похоже на работу на фермах или на автомобилях. Ты уже упоминал об этом раньше. Так вот, фактически муж моей мамы, он такой же сильный, как горилла. Да уж. Я такой. У него никогда ничего не получается, но он механик. Да. Так вот, этот чувак прямо как Папай на предплечье, он настоящий зверь. Да уж. Я просто спрашиваю себя, как тебе удается становиться таким сильным, но он просто каждый день работает своими руками. Каждый божий день, вероятно, происходит какая-то гиперплазия мышечных волокон, при которой мышечные волокна расщепляются и превращаются в новые. Благодаря такому длительному опыту у тебя появляется все больше мышечных волокон. Ты когда-нибудь встречал такого человека, может быть он и такой, но ты встречаешься с 60-летним или 7-летним парнем, который работал синим воротничком всю свою жизнь, он больше не занимается спортом, но все равно я подумал, вау, почему у тебя такие красивые предплечья. А ладони на ощупь похожи на кирпичи. Мой папа точно такой же. Мой папа с тех пор, как ему исполнилось 9 лет, рос в бедности. Он жил на Сицилии и работал с самого детства. И вот теперь он больше не работает. Но я имею в виду, что если ты берешь его за руку, то это выглядит так, словно ты пожимаешь ему руку размером 2 на 4 дюйма. Это просто безумие. Да, но ты же знаешь, что стигматизация, связанная с силовыми тренировками, негативно сказывается и на женщинах. Мы говорим о мускулатуре силы и обо всем остальном. И вот что обычно происходит, когда ты так говоришь, так это то, что женщина, слушающая или наблюдающая за тобой, говорит. О нет, я просто я хочу. Я не хочу, я не хочу выглядеть как механик. Я не хочу этого делать. Каждый раз, когда я слышу это, мне хочется громко рассмеяться. Ты хоть представляешь, как трудно нарастить мышечную массу. Ты никогда случайно не наберешь слишком много мышечной массы. Ни разу, ни за что. Ну вот видишь, и что происходит, когда мы так говорим, потому что я привык так говорить. И это правда, но люди тогда говорили мне следующее. Ну, я видел фотографии женщин, которые просто более мускулистые, чем ты, Сэл. И они так усердно трудились, чтобы добиться этого. А если они крупнее тебя, значит, они принимали наркотики. Но дело даже не только в этом. Вот что мне хотелось бы объяснить, потому что это действительно иллюстрирует ситуацию, хорошо? Я попрошу тебя, помимо того, что ты ходишь на матчи НБА в реальной жизни, сходи в продуктовый магазин, съезди в аэропорт, сходи в ресторан. Сколько раз в своей жизни ты видел кого-нибудь ростом 7 футов? Господи Иисусе, я этого не хочу. Да. Точно меньше 10 футов. Да, ты же это помнишь. Ты, наверное, помнишь это потому, что это было так редко, не так ли? Ведь существует целый спектр различий в росте, не так ли? И с одной стороны, у тебя карликовость. С другой стороны, у тебя есть люди ростом около 7 футов. И то, и другое встречается довольно редко. Подавляющее большинство из нас находится посередине. Все в порядке. Генетика наращивания мышечной массы тоже имеет к этому отношение. С одной стороны, у тебя есть генетические проблемы со здоровьем. С другой стороны, у тебя есть генетика культуриста, занимающегося наращиванием мышечной массы. У тебя нет гена миостатина. Когда ты поднимаешься по лестнице, твои икры становятся больше. Это очень редкая болезнь. Я ненавижу их всех до единого. Это супер-супер редкая вещь. И если ты именно такой человек, то люди все время спрашивают тебя, поднимаешь ли ты тяжести, а ты этого не делаешь, не так ли? Большинство из нас сейчас находятся вон там. Ты мог бы тренироваться как профессиональный культурист. Ты мог бы принимать столько анаболических стероидов, сколько захочешь, и ты не будешь выглядеть как профессиональный культурист. Это просто сводит людей с ума. Вот насколько сильна эта генетика. Так что для женщин, которые наблюдают за этим, ты мог бы поднимать тяжести, ты мог бы дойти до того момента, когда ты тренируешься шесть дней в неделю. Ты поднимаешь тяжелые и тяжелые грузы, ты питаешь свое тело, и ты будешь просто развивать и действительно рельефное телосложение. У тебя не будет чудовищно больших мускулов, ты не будешь выглядеть мужественным или что-то в этом роде. Ты просто станешь по-настоящему стройным, и у тебя будет бурный обмен веществ. Ты сможешь съесть больше, чем большинство парней, и сжечь все это дотла. Но на этом все и закончится. А теперь скажи, что тебе дадут два-три дня в неделю. У тебя будет подтянутое тело, подтянутое и здоровое при меньшем количестве работы, при меньшем количестве работы, чем требовалось раньше. Ты не проснешься на следующий день, потому что «О, я сделал кудри, а теперь посмотри на меня». Черт возьми, сал так не работает. Я бы очень хотел, чтобы так оно и было. Я совершенно точно знаю, что это так. Так вот, в книге было что-то такое, о чем ты говорил, и когда я наткнулся на заголовок главы, я подумал «Нет, Сэл, брось, ты же знаешь, что это не так». И к концу главы я подумал «О боже мой, он прав». У меня сложилось интуитивное восприятие пищи. Да. И я бурно реагирую на это, по крайней мере, так было до того, как я прочитал вашу книгу. Как насчет этого? Я бурно реагирую на идею о том, что люди должны питаться интуитивно. А потом, судя по твоему описанию, я понял, что это именно то, чем люди и должны заниматься. Так как же же люди добиваются этого? Да, так вот, причина, по которой, когда люди слышат термин «интуитивное питание», обычно возникает бурная реакция или что-то в этом роде, это никогда не сработает. Заключается в том, что ты не можешь, если ваша интуиция основана на ограниченной информации или вообще не основана на ней, то вы не знаете того, чего не знаете. И если исходить из того факта, что ты всю свою жизнь учился ценить пищу за ее вкусовые качества, то теперь твое интуитивное питание основано именно на этом. Так что люди думают, если я буду питаться интуитивно, то буду просто есть пончики и пиццу весь день напролет. Да, потому что именно с этого мы и начинаем. Так что ты не можешь перейти от того места, где ты сейчас находишься, к тому, что я просто буду делать интуитивно, как будто существует волшебный эфир. Я протяну руку и достану ответы на эти вопросы. Но это совсем не так работает. Мы должны начать с того, что нам нужно пройти разные этапы обучения, прежде чем мы дойдем до этого момента. Так что об этом уже говорилось во многих других областях, и мне нравится сообщать об этом, потому что это так хорошо применимо и здесь. Существует четыре этапа обучения всему, чему ты хочешь научиться. Первая стадия заключается в том, что ты бессознательно становишься некомпетентным. Так что ты не знаешь того, чего не знаешь. Ты занимаешься чем-то в первый раз, ты хочешь научиться управлять скейтбордом, или ты хочешь научиться рисовать или играть на музыкальном инструменте. Ты не знаешь того, чего не знаешь, потому что не имеешь ни малейшего представления. Так что затем ты приступаешь к делу и довольно быстро переходишь к следующему этапу, а именно к осознанной некомпетентности. Хорошо, обо всем этом я ничего не знаю, но я отдаю себе отчет в том, что я не знаю ни одной из этих вещей, о которых я не подозревал. Раньше не так ли? Третья стадия – это сознательная компетентность. Именно на этом этапе ты должен сознательно мыслить и действовать таким образом, чтобы сделать себя компетентным. Так что я должен сознательно сказать, хорошо, мне нужно вот это количество белка. Хорошо, в этой пище есть вот эти углеводы и вот эти жиры. Вот где находятся мои калории. Это заставит меня почувствовать себя именно так. Это улучшит мою работоспособность. Хорошо, я испытываю стресс. Мне, как правило, хочется есть именно так, когда я испытываю стресс. Таким образом, ты находишься на стадии осознанной компетентности. Но если ты будешь делать это достаточно долго и достаточно долго практиковаться, то перейдешь на интуитивную стадию, которая называется бессознательной компетентностью. Хорошо? Так что если ты когда-нибудь увидишь, как ребенок учится ходить, ты сможешь ясно увидеть, как он проходит через эти различные стадии. Если он бессознательно некомпетентен, значит он сознательно некомпетентен, значит он сознательно компетентен. А ведь ребенок должен обдумывать каждый свой шаг. И ты знаешь, что теперь, когда я хожу пешком, я не думаю о том, чтобы идти пешком. Это просто происходит само собой, не так ли? Именно на этой стадии происходит интуитивное питание. А теперь скажите, как мне к этому подойти. Во-первых, вы должны определить все ценности, связанные с едой, все до единого. И мы действительно знаем только о парочке из них, а может быть и только об одном. Насколько же это вкусно на вкус? Так ли это на самом деле и насколько это приятно? На самом деле большинство людей, большинство людей в современном обществе никогда по-настоящему не чувствовали голода. У нас этого никогда не случалось. Вот и все. Это безумие. Чувство голода наступает примерно через 48-72 часа без еды. Скольким людям потребовалось от 48 до 72 часов, чтобы обойтись без еды, и это не было неотложной медицинской помощью? Так что то, с чем мы связываем чувство голода, на самом деле является тягой к еде. Тяга к еде сильно отличается от голода. Тяга к еде никак не связана с тем, что мое тело нуждается в питательных веществах и калориях. Тяга к еде связана с эмоциями и чувствами, моим окружением. Испытываю ли я стресс? Испытываю ли я беспокойство? Счастлив ли я? Мне грустно. Неужели это из-за фильмов? Неужели я на вечеринке по случаю дня рождения? Мне весело со своими друзьями? Не так ли? Вот это и есть страстное желание. Это вовсе не чувство голода. Так что нам нужно определить или расшифровать разницу между этими двумя понятиями. Мы также должны понимать все другие ценности, связанные с едой, и ценить их по достоинству. И фитнес-центр прекрасно справляется с этой задачей. Фитнес-центр передает информацию о еде очень механистично, с очень механистической точки зрения. Белки, жиры, калории, гуглеводы. Ешьте все это, чтобы получить такой результат, как будто мы роботы. Вот, например, ваш план питания. Я когда-то занимался этим в качестве начинающего тренера. О, вы хотите сбросить 30 фунтов веса? Никаких проблем не возникнет. Вот ваш план питания, и тогда у вас все отлично получится. А потом по какой-то причине никто никогда не может его придерживаться. Как будто мы не являемся сложными существами, основанными на эмоциональном поведении, не так ли? Так в чем же заключаются ценности, связанные с едой? Мы уже определили ее вкусовые качества. Вот это и есть реальная ценность. В этом нет ничего плохого. Удовольствие от еды ради того, чтобы ты чувствовал себя именно так, это настоящая ценность. А кроме того, как она питает мое тело энергией. И так как же это влияет на мое физическое состояние. Кроме того, у меня есть возможность общаться с людьми. Если ты когда-нибудь готовил еду со своим супругом или общался с друзьями, которых давно не видел. И возможно пробовал блюдо, которое вам нравилось, когда вы учились в колледже или что-то в этом роде, ты знаешь вот в чем все это заключается. А вот еще один вопрос. Может ли это помочь мне отвлечься или отвлечься? А каково мое отношение к еде? А кроме того, тебе также стоит обратить внимание на импульсивное поведение. У всех нас есть модели поведения, которые действуют только под влиянием осознания и имеют тенденцию быть импульсивными. И выявление этих особенностей является ключом к тому, чтобы иметь возможность эффективно питаться интуитивно. Как только ты определишь эти импульсы и создашь пространство между собой и действием, тогда ты сможешь изменить свою реакцию. Вот и все. А как тебе удается создать такое пространство? Итак, во-первых, что же такое импульс? Это значит, что я иду за мороженым, а ты за чипсами? Да, именно так. Именно об этом мы и говорим. Да. Так что у каждого есть такая вкусная еда, не так ли? Что касается меня, то это чипсы. Например, картофельные чипсы мое самое любимое блюдо. А мой спусковой крючок это скука. Если мне нечем заняться, я буду тянуться к тому, чтобы отвлечься от этой еды, от чего угодно. Так вот, я определил это для себя. И вот одна вещь, которую я сделал для себя, вот стратегия, которой я научил многих клиентов. Я скажу, хорошо, во-первых, не говорите себе, что у вас ничего не может быть. Мне кажется, что я понимаю ваши чувства и понимаю, насколько они обоснованы. Я не могу есть эту еду, потому что она вредна для меня. Я это понимаю. Но наша психология не очень хорошо с этим справляется. На это способны исключительно дисциплинированные люди. Однако большинство людей ведут себя совсем не так. Так что ты можешь сказать? Я согласен. Мне просто нужно съездить в продуктовый магазин и купить себе пакетик на одну порцию. И все это при том, что продуктовый магазин находится всего в полутора милях от моего дома. Все, что он делает, это создает пространство между мной и происходящим. Так что у меня возникает непреодолимый импульс. Я хочу получить эти фишки. Я съезжу в магазин и надену туфли. И ты действительно позволишь себе это сделать? Я так и сделаю, но обычно я этого не делаю, не так ли? Я позволю себе это, но в девяти случаях из десяти я отвечу «да». Я хочу этого, но не так уж сильно. Да. А потом я смирюсь, и у меня будет такое пространство между мной и этим импульсом. Но все те вещи, которые я определил, имеют ценность. И все они могут способствовать улучшению качества жизни и здоровья. Например, когда вы наслаждаетесь едой с кем-то и общаетесь за едой, это также улучшает ваше здоровье, даже если эта еда состоит из пиццы и пива, хорошо? Я имею в виду, что есть исследования, которые показывают, что плохие отношения также вредны для вашего здоровья, как выкуривание пачки сигарет каждый божий день. Это бананы. Не так ли? Так что в этом есть своя ценность. Но есть также ценности в его физиологических эффектах. Как же это влияет на мое тело? И кроме того, нам также нужно обращать внимание на все те чувства, которые мы испытываем по поводу этой пищи. Потому что тогда мы действительно сможем начать ценить продукты питания за те реальные ценности, которые они нам дают. Как будто я никогда не любил овощи. Я просто не был большим поклонником овощей в детстве. Нас было всего двое. Но позже, когда я начал задумываться о том, как продукты питания действительно влияют на мое здоровье, в частности на здоровье кишечника, у меня возникли свои собственные проблемы со здоровьем кишечника. Я пришел к выводу, что хорошо приготовленные овощи действительно творят чудеса для здоровья моего кишечника, в частности для меня. Со временем, благодаря этой связи, я испытываю непреодолимое желание есть хорошо приготовленные овощи. Чувак, вот и все факты. По мере того, как я становлюсь старше, мне кажется, что хорошо питаться это потрясающе. Да. Даже если это не та еда, которую я люблю, как моя любимая вещь, я обожаю мороженое. Это дерьмо очень вкусное. Но если я съем его целую кучу, я не буду чувствовать себя хорошо, а я хочу чувствовать себя хорошо. И ты должен, ты должен осознать все это, чтобы начать принимать эти решения как первого сознательно, так и затем подсознательно. И кстати, если кто-нибудь, наблюдая за раной, подумает, о да, именно так. Как будто я никогда-никогда не захочу есть брокколи поверх пиццы или чего-то еще. Пищевая промышленность всегда поступала так с нами. Посмотрите рекламный ролик пива. На заднем плане изображены горячие девчонки. Ты сидишь за пивом. Они все время пытаются вызвать у тебя ассоциации, чтобы заставить тебя насладиться именно этой едой или напитком в соответствии с их ассоциациями. Есть продукты, с которыми у нас взрослых, есть хорошие впечатления, которые нам нравились в детстве, но объективно они отвратительны. Это действительно так. Например, когда я был ребенком, если я заболевал, моя мама брала меня с собой к бабушке, и я был у бабушки. Дом на целый день. И моя бабушка покупала самые отвратительные вещи, без обид, если кто-нибудь работает в этой компании, потому что я знаю таких людей, которые любят вот это. Курицу и бисквитные крикеры. О боже, я их обожаю. Все в порядке. Это крикер, который буквально по вкусу напоминает куриный суп, не так ли? Да, именно так. Это так странно. Так вот, когда я был ребенком, я ел такие крикеры, когда меня тошнило. Сейчас, став взрослым, я обожаю их и знаю, что это вызывает у меня определенные ассоциации. Если бы ты познакомил меня с ними прямо сейчас, я бы спросил, что это за отвратительный крикер. Но у меня именно такая ассоциация. Так что это очень мощная идея, и мы можем с ней поработать. Хорошо, так на что же похожи эти стратегии? Во-первых, не отвлекайся на еду. Так что не ешь перед телевизором, телефоном или компьютером. Ты должен быть внимателен во время еды. Кстати, одно только это позволит сократить количество потребляемых калорий примерно на 10-15%. Исследования показывают, что когда люди едят рассеянно по сравнению с теми, кто не отвлекается, разница в калориях составляет примерно 10-15%. Все в порядке. Так что само по себе это приведет к снижению потребления вами пищи или калорийности рациона. Но еще важнее то, что при этом вы будете сосредоточены на еде. Как же я себя при этом чувствовал? Какие мои чувства привели к этому? Не испытываю ли я беспокойства? Не скучно ли мне? Не впадаю ли я в депрессию? Действительно ли я счастлив? Так что не отвлекайся на еду. Во-вторых, не ешь слишком много и старайся избегать сильно обработанной пищи. Вот одно из правил, которые я устанавливаю для людей. Давай будем избегать сильно обработанной пищи. А теперь кто-нибудь может спросить, почему так происходит? Неужели они просто по своей сути менее полезны для здоровья? Это вовсе не обязательно. Да, по большей части так оно и есть, но не обязательно. В основном это происходит потому, что сильно обработанные пищевые продукты были так хорошо спроектированы, чтобы преодолеть все ваши системы насыщения. Все, что говорит вам о том, чтобы перестать есть, говорит о том, что вы сыты. Они так хорошо спроектировали эти продукты, чтобы преодолеть это, что вы будете есть больше. Это заставит вас есть быстрее. Именно из-за этого вы будете вести себя более агрессивно. И поверьте мне, инженерные разработки, которые вкладываются в эти вещи, просто безумны. Все дело в аромате, хрусте, обертке, порошкообразных листьях на пальцах, послевкусии, и как будто все это учитывается при приготовлении подобных продуктов. И у них это так хорошо получается, что они провели несколько действительно хороших исследований, в которых принимали участие группы людей, и это были контролируемые исследования. Так что исследование продуктов питания — это сложная задача, потому что они часто основаны на наблюдениях, и существует так много вещей, которые могут повлиять на то, как пища влияет на нас. Но они провели контролируемые исследования. Они возьмут людей и поместят их в разные комнаты. Вот в этой комнате цельные натуральные продукты питания. Вот в этой комнате продукты с высокой степенью переработки. Они также контролируют содержание макроэлементов, то есть таких же белков, жиров и углеводов. А затем они говорят людям, что просто ешьте столько, сколько вы хотите, или так мало, как вы хотите. А потом они наблюдают за ними, подсчитывают калории и все такое прочее. А потом они меняют их местами. Хорошо, теперь ты зайди в эту комнату и зайди в эту комнату. Разница в потреблении калорий составляет от 5 до 600 калорий. Это просто огромная разница. За счет употребления сильно обработанных пищевых продуктов в день получается на 5-600 калорий больше. Вау! На самом деле, если вы посмотрите на эпидемию ожирения, мы попытались связать с ней жир, а затем попытались связать с ним углеводы, а затем попытались связать с сахаром. Действительно, самая сильная корреляция наблюдается с сильно обработанными пищевыми продуктами. Так как они составляют большую часть нашего рациона питания, то вместе с ними и ожирение. Поэтому я говорю людям, избегайте этих продуктов, потому что вам действительно трудно подключиться к сигналам, которые посылает вам ваше тело. Потому что эти продукты так хорошо подавляют все эти сигналы. Так что просто вырежи это из головы. Кстати, в результате ты, вероятно, естественным образом сократил свой рацион примерно на 4-500 калорий. На самом деле, я часто говорил клиентам, что в качестве эффективного способа заставить их сократить потребление калорий, они говорили, ешьте столько, сколько хотите. Только не ешьте сильно обработанную пищу, продукты питания. И они бы спросили, правда ли это? Я могу есть столько, сколько захочу. Да, абсолютно верно. Только не ешьте сильно обработанные пищевые продукты. И тогда они сбросят вес и подумают, что мы сотворили какое-то волшебство. Это похоже на то, что на самом деле ты съел меньше, ты просто не осознавал этого. Так что это вторая вещь, хорошо? Третья вещь, это записать, как ты себя чувствуешь, да, во время и после. Я знаю, что это звучит довольно утомительно, но почему мы все это записываем? Письмо, это очень эффективная форма мышления, и оно перемещает реакционные процессы в мозге в лобную долю, не так ли? Большая мясистая часть мозга, это та часть мозга, которая помогает нам логически мыслить и действовать соответствующим образом. Так что записывание информации действительно помогает повысить осведомленность. Так что я говорю людям прямо перед этим, и в этом не должно быть ничего плохого. Предложение, вроде как устало, или пока я ел, мне это о-о-о, действительно понравилось или не очень хорошо. А потом после этого я чувствую себя немного раздутым, немного энергичным или нейтральным, как бы то ни было. Но все, что мы делаем, это привносимо сознание в этот мир. А затем ты следишь за этим процессом. А затем вот что ты делаешь, это последний шаг, ты начинаешь вносить изменения. И изменения, которые ты вносишь, должны быть значимыми, поэтому они должны быть сложными, но в то же время реалистичными в следующем контексте навсегда. Так что ты должен сказать себе, какое одно изменение, которое я могу внести в свой рацион питания, будет немного сложным, но в то же время я думаю, что могу заниматься этим вечно. Это должны быть именно эти две вещи. А также приведи себя в немотивированное душевное состояние, когда ты принимаешь такое решение. Не решай подобных вещей, когда у тебя повышенная мотивация, потому что мы всегда склонны переоценивать свои способности. Хорошо, реально ли это сделать навсегда, когда я потеряю мотивацию или что-то в этом роде? И что бы это ни было, все в порядке. Не имеет значения, насколько мал этот шаг. Это может быть буквально дополнительный стакан воды, одна порция овощей раз в неделю или что-то в этом роде. Мне все равно, что бы это ни было, просто начните с этого и делайте это последовательно. Ты сразу же начнешь видеть результаты, просто привнеся в них осознанность. Но затем произойдет вот что. Одно изменение войдет в привычку естественным образом, а затем ты сделаешь следующий шаг и внесешь еще одно изменение. И ты обнаружишь, что со временем эти шаги становятся все масштабнее, а перемены все грандиознее. А теперь скажи, к чему это приведет? Соблюдай баланс. Это ведет к достижению баланса. Вот в чем разница между тем, чтобы пойти на вечеринку, получить печенье и сказать, «Я не могу» и сказать, «Нет, спасибо, я этого не хочу». Это большая разница. Большая разница. Если ты хочешь питаться здоровым образом, ты должен оставаться последовательным навсегда. Если ты этого захочешь, то сможешь это сделать. Если ты чувствуешь, что должен заставлять себя, если ты чувствуешь, что должен постоянно говорить, «Я не могу», это очень странная вещь. Конечно же, ты можешь это сделать. А кто сказал, что я не могу, не так ли? Если ты находишься в таком состоянии, то в конце концов, в конце концов, ты остановишься. В конце концов, ты пойдешь в противоположном направлении. И в противоположном направлении это выглядит так, словно ты бунтуешь. Такое ощущение, что я съел не просто одно печенье, а целую коробку печенья. И это здорово, не так ли? Ты снова добиваешься такого же равновесия. Иногда я заказываю пиво и пиццу вместе со своим забором. В большинстве случаев я этого не делаю. Не так ли? Иногда я с удовольствием выпью бокал вина. В большинстве случаев я, скорее всего, этого не сделаю. И у тебя получается такой приятный баланс. И почему же я так много говорю об этом? Почему я так часто упоминаю об интуитивном питании? Ведь прием пищи должен быть свободным от стрессов и казаться естественным. В моем пространстве, фитнес-пространстве, есть много фанатиков фитнеса, конкурентов по телосложению, конкурентов в бикини и людей, одержимых своим телом, которые питаются очень дисфункционально. Теперь они выглядят измученными, не так ли? Они отлично смотрятся, если посмотреть на них в инстаграм, но речь идет о подсчете макросов, и все должно быть в нужном количестве калорий. Здесь нет никакого баланса. Они будут избегать вечеринок, они будут избегать отпусков. Они будут брать свою еду с собой, когда куда-нибудь поедут. Это же не очень-то здорово, это же артрексия, не так ли? К тому же она дисфункциональна и не очень полезна для здоровья. Я чувствую себя не очень хорошо. Ты хочешь, чтобы у тебя были такие отношения с едой, при которых ты чувствуешь себя расслабленным и сбалансированным. И это действительно требует немного времени и тренировок, но это единственный способ добиться этого на постоянной основе. Другого способа сделать это просто нет. Все остальные способы, это просто навязчивая дисциплина. Удачи тебе, большинство людей ведут себя совсем не так. Либо у тебя возникает дисфункция, либо ты постоянно включаешься и выключаешься, а именно это испытывают люди. Они садятся на диету, отказываются от диеты, садятся на диету и снова садятся. Ведь никакой диеты не существует, не так ли? Как в той знаменитой сцене из фильма «Матрица», там нет ложки. Я все время думаю об этом, когда говорю об интуитивном питании. Чувак, это просто невероятно. Книга «Революция в силовых тренировках» — это просто фантастика, чувак. Спасибо тебе большое. Где люди могут быть в курсе последних событий вместе с тобой? Каков наилучший способ установить контакт и научиться чему-то новому? А что еще нужно знать? Так что сейчас я нахожусь в Твиттере. Раньше я был в Инстаграм, но теперь я нахожусь в Твиттере. Ты можешь найти меня на подкасте «Майндпамп», так что ты можешь найти нас в любом месте, где найдешь подкасты. А затем в книге «Сопротивление модной революции» в любом месте, где продаются книги. Так что Amazon, Barnes & Noble, Target практически в любом месте. И в книге я также даю людям примеры тренировок и как бы разбираю их для людей о том, что они могут сделать наиболее эффективным образом. Это возможно сделать с наименьшими затратами времени. Мне это очень нравится. Мальчики и девочки. Я ручаюсь за Селла и ребят из Миндпамп всем, что у меня есть. Они просто феноменальны. Все, что они говорят, правда и реальность. В этом есть много нюансов, в чем, надеюсь, вы только что убедились во время этого разговора. Это невероятно эффективно. Обязательно приобретите эту книгу, если вы вообще заинтересованы в улучшении своей жизни с физической точки зрения. Это действительно потрясающе. Она противоречит многим вещам, которые говорят люди, потому что она реальна и не является каким-то трюком. Так что зацени это на себе. Кстати, говоря о вещах, которые реальны, они являются трюком, если ты еще этого не сделал, обязательно подпишись. И до следующего раза, друзья мои, станьте легендой. Берегите себя, мир вам. Большинство людей, которые ищут темы, связанные со здоровьем, пытаются сбросить жировые отложения, пытаясь сбалансировать уровень сахара в крови. Но у меня есть и другие проблемы, с которыми я сталкиваюсь, и нам нужно позитивно мыслить о том, что наше тело и наш разум ценны.